Сцепление нажали первое и с газком тронулись. В условиях светофора, когда дорога, нужно немножко с газком. А в условиях тихой стоянки, такого-то около бордюра, тогда можно и без газка, только на сцеплении, как на площадке. Вот опять большегруза, Мижорская улица. Вынуждена проехать по сплошной линии, опасное препятствие. И перешла в правый ряд. При двух свободных полосах, человек выбирает правый ряд. И опять здесь можно развить максимально разрешенную скорость. Вам поступает такое задание, вы говорите, здесь можно 60. И кто хочет, пусть едет 60. А некоторые могут сказать, здесь можно 60, но я поеду 50. Только достигли этой скорости, если вам неуютно и как бы неприятно так ехать быстро. Сразу отпустили петаль газа, и она начинает угасание машины. То есть остановку можно тоже с аварийкой. И вот 40 началось уже отсюда, то есть угасание машины идет. Перестроились в левый ряд, потому что право препятствия стоят. Теперь думаем проеду сейчас зебру, потом перестроюсь за зеброй. Переключила я на вторую. И с правым поворотником выбираем теперь ряд. Например, мы едем прямо. Я выбираю правый ряд для того, чтобы проехать прямо. И направо подойдет, и прямо подойдет. Стою у светофора, потому что линии нет. Я вижу, что там наш правый ряд занят. Значит, я должна попасть там в левый ряд. Но не во время самого проезда перекрестка мигать левым поворотником. Нужно перекресток как бы уже полу миновать, и тогда замигать левым поворотником. А не вот прям сразу сейчас левым поворотником, что я в левый ряд целюсь. Вот, я целюсь в правый ряд на Шкоду. Шкоду целюсь, на нее целюсь. И вот я понимаю, что все. Говорить не нужно, вынуждены перестроиться на зебре. Здесь говорить не нужно, потому что эта зебра регулируется светофором. Такую фразу мы используем только, когда зебра без светофора. Ну, и пока еще не стемнело, проедем до вагона ремонтной улицы на счет стоянки. Здесь можно опять максимально разрешенную скорость 60 развивать. Но лучше ехать 50 на четвертой передаче. То есть, Ижиорская улица, Ижиорский проезд, вот эти широкие жирные улицы, они как раз для скоростного момента. Обязательно вы должны продемонстрировать третью передачу. Про четвертую я не говорю, но третью обязательно. А кто умеет, то четвертую. На Т-образном перегрестке поверните направо. Вот я проехала долго по этой левой полосе. И теперь спокойно перестраиваюсь, потому что половина народа уже вправо не едет. Они там в тот перегрестку уже ушли. Угасает скорость. Узебры остановились. Посмотрели очень сильно налево и убедились, что пешеход какой-то там один не идет с сумочкой. И тогда пробираемся за бордюром. На столб никто не смотрит, а стоянка запрещена. За бордюром мы спокойненько заворачиваем. 70% внимания на бордюр и 30% только налево. Потому что по правой полосе и вправду здесь никто особо не едет. И видим на асфальте разметку, в которой дублилый знак. Разрывная разметка желтая. Говорит о том, что остановочка можно с аварийкой, нейтралка, ручник. А если вам предложили найти место для стоянки или парковки, вы говорите, на данном участке запрещающая разметка. Потому что адекватнее сказать, что разметка. Вы знак-то не видели, на столб-то вы не глядели. Он видел на данном участке запрещающая разметка. За знаком главная дорога поверните направо. Вот он знак главной дороги, за ним поворачиваем направо. Бордюр уходит неожиданно все правее и правее. Руль за ним проворачиваем. У нас главная дорога нам все уступает, но мало кто об этом знает, поэтому немного все-таки глянули налево. За бордюром повернули, за бордюром едем. Найдите место для остановки. На данном участке дороги невозможно, согласно правилам. И не перечисляем их. Вот 15 метров от автобуса. Вот налево теперь выезд. Напротив выезда нельзя. Теперь ограниченная видимость менее 100 метров. То есть левую поворотню включили, объехали препятствия. Вылежим у бордюра, а теперь не у бордюра. Значит, надо включить левую поворотню. Ну и, наверное, поедем мы направо на нерегулированном перебрезке. Опять за бордюром. Смотрим на него. За ним загибаемся, как за волшебным клубочком. И поедем мы налево. Переходим в левую крайнее положение. На первой передаче. Медая в левом поворотнике. По зебре прокатываемся. Смотрим налево. Передние колеса уходят с зебры. Встаем у края проезжей части. Смотрим направо. И лево оцениваем ситуацию. Спешить здесь не надо. Выгодный проезд, когда никого нет. Какой оттенит сомнений, никуда мы не едем. Встаем четко задними на зебре. Полесами передними нет. У края проезжей части. Слева по-прежнему никого нет. Справа одна машина. Слева за тысячу километров никого нет. Поэтому я начинаю движение. И повернула в любой ряд, лишь бы в ряд. В данный момент в левый. Потому что правый заняты этими. Большегрузами. Так. И вот опять наше родное, красивое начало маршрута. Остановка, стоянка можно. Находим место для остановки. Вот в эту ближайшую кидаться не надо резко. Это будет не заблаговременный поворотник и резкое торможение. А вот в эту мы уже заедем. Автобус обязательно пропускаем. Едем за ним. Автобус у нас в почете. У него свой рейс. Едем на перекрестке направо. На Ижорский проезд. Сразу вспоминайте, что Ижорский проезд все можно. На знак даже можно и не смотреть. Смотрим на бордюр, на джип, объезжаем. Узнаем, что Ижорский проезд. Найдите место для остановки. Едем отсюда далеко. И там знаем, что остановимся. Там, вдали, за рекой. Потому что здесь все это навернуто. Автобусная, 5 метров от выезда, и все такое. Но если остановку не спросил, вот мы поехали по правой полосе. На всякий случай. Едем такие, остановку не спрашивают. А говорят, найдите место для разворота. И мы видим сплошная линия. Переходим влево в полосу, потому что мы сейчас будем развороты искать, где разрыв. И я рекомендую за зеброй начать его искать. Вот зебру проехали и включили в поисков разрыва. Ищем, ищем, ищем. Видим какой-то разрыв, но не разворот. Даже парковку не разворачиваются. Выключили секундочку, снова включили. Не смотрим пока на машину. Мы понимаем, что их пропускаем. Останавливаемся там, где будет в глазах у нас две разделительные резочки. Сейчас они проедут. То есть отсюда мы еще не можем развернуться никак. Нам нужно доехать до того места, где в глазах остается два квадратика. Вот четко два квадратика. Если вы так оставите, то разворот вы уже совершили. В развороте делаем в остановке. Тогда вы видите, что сплошной не пересекаете. И в то же время вы максимально подъехали к сплошной, чтобы быть максимально далеко от того бордюра опасного, в котором мы сейчас будем кружиться. Никого нет, пустая дорога, абсолютно пустая. Только тогда можно и кружиться. Кружимся, называется каруселькой. Мы свою траекторию не меняем. Просто продолжаем медленно на сцеплении, как на площадке. Смотрим вот так на бордюр, но мы его точно не засекаем. Потому что две резочки оставили. И с левым поворотником вышли в левый ряд. Найдите место для разворота. Сплошная линия просматривается, пока не мигает. И вдруг мы видим, что что-то вдали стало разделительное. Замигали. Угасающая скорость. Торможение. Смотрим на машины, что мы их полюбасу пропускаем, поэтому занимаемся резочками. Оставляем в глазах две разделительные квадратики. У сплошных с этой точки мы развернемся с одного раза. И закружились при абсолютно пустой дороге. Закружились. И в один прием на сцеплении, вот так аккуратненько, проходим.